Занзибар Сегодня едем за бриллиантами Так, сейчас я поправлю все Едем за бриллиантами, но по дороге, как обычно, мы смотрим всякое разное Что интересному попадется, интересно нам много чего И хочу вступительное слово сказать Я продолжаю топить за то, что Африка не такая нищая, как показывают Что это кому-то выгодно Я там высказываю свою версию про блогеров и про всяких сотрудников телевидения, режиссеров передач и всего остального Всем нужен вау-материал А обычная Танзания, я не говорю про всю Африку Мы не можем говорить про всю Африку Но обычная Танзания такой материал может дать с трудом И если раньше скептики, когда я выкладывал Помните, я выложил видео про африканские лачуги Потом мы еще заезжали после добычи Танзанита домой к одному из парней Очень много скептиков пишут в комментариях, что по-любому не вся Танзания так живет По-любому, скорее всего, так не везде И вот смотрите, ребят, я езжу все больше и больше Я проехал на добычу алмазов и золота Сегодня у нас столько алмазов, да? Я проехал по сути всю страну вдоль границы с востока на запад Прям вообще всю полностью Мы ехали почти сутки очень долго И все это время, все это время Я видел отличную дорогу с идеально чистыми обочинами Вся трава была подстрижена Я сейчас тут дальше буду показывать Я снял, возможно, даже я снял больше, чем этого нужно было Но мне все интересно, что же скажут скептики на этот счет Что я как-то избирательно останавливался Я просто ехал, смотрю, вид красивый Останавливаюсь, деревня, останавливаюсь Я снял таких, наверное, штук 20 кусочков Ну, 3-4, склею только Было везде так же, поверьте мне Выезжали мы рано утром Вдоль обочин куда-то шли толпы людей Я спросил водителя, куда они идут Он сказал, что они все идут на работу На работу Окей, если все африканцы или танзанийцы Такие бездельники и тунеядцы, как нам показывают Ну, кстати, вот на Занзибаре здесь, да, где я сейчас Здесь действительно, как и в любой курортной зоне Бездельников процентов 99, наверное Но оказывается, курортная зона Занзибар и вообще страна Это две разных вещи, да И, собственно, мы это и раньше знали Но вот очередной раз я для себя это доказал И многие из вас в этом убедятся Окей, если все бездельники Куда шли огромные толпы народу Многотысячные вдоль дороги Там эти автобусные остановки Все были в людях полностью Там толпы народу были Куча мотороллеров куда-то ехала Куча машин куда-то ехала Грузовики с людьми в кузовах Это все люди ехали на работу утром И точно такую же картину я наблюдал Только наоборот С работы вечером Прям огромные толпы Вот по дороге мы проезжали Сейчас, секундочку В огромных количествах Мы проезжали школы и университеты Прям в громадных То есть действительно много Ну и самое главное, что окей Если африканцы такие бездельники Кто засеял поля реально от горизонта до горизонта Просто вот смотришь туда до горизонта Туда до горизонта Туда до горизонта Это все сделали они То есть выходит, что тоже тут как-то с бездельем Все совсем у них не так, как нам показывают Так, сейчас я смотрю у себя подсказки Что я еще хотел рассказать, чтобы ничего не забыть А, дальше Вот смотрите, получается, что сутки мы ехали на добычу мазов И потом Почти день пути я провел Чтобы доехать до добычи золота Потом доехать до озера Виктория Там я переночевал Сел на самолет и вернулся обратно на Зибар Да Значит, за все это время Я на полном серьезе Не видел бомжей, бандитов с автоматами Каких-то голодных детей Вот всего вот этого Я не видел И вот то, что вы сейчас увидите Вот эти кусочки, да Что чистая дорога и нормальные домики Не богатые, не миллиардерские, нормальные Все двое суток я наблюдал эту картину Повсеместно Вообще везде Совсем Если я увижу где-то когда-то Вот какие-то умирающие с голоду деревни Я обязательно это сниму То есть, как бы я на эту тему не переживаю Без проблем Не стесняюсь снимать такое Самая голодная деревня Которую вот я видел в Танзании Да, сейчас дальше будет у нас Значит Об этом еще скажу отдельно вам Смотрим Ну вот мы все едем-едем Оно все не заканчивается Не заканчивается У нас Хорошая ровная дорога Это мы сейчас Едем по Танзании Вдоль границы с Кенией С востока на запад Тут прям вот Идеально распаханные И ухоженные поля Все от горизонта до горизонта Реально Очень уютные Приличные домики Стоят Нет мусора Вот смотрите Я Вы же не думаете Что я специально прям Выбирал место Где вот смотрите Вот обычно вот тут Завалено все мусором Ну вон что-то есть там Какие-то Бутылки, да Но гор мусора я не вижу И вот так На протяжении Всего пути Вот сколько мы едем Уже несколько часов Вот все выглядит Примерно так Вот еще домик Ну он строится Понятно Там еще окон нету Но тоже Не выглядит бедным Или люди Не выглядят голодными И вот как-то все Прям так Ухоженно Красиво И чисто Я не понимаю Где эти Где дети У которых на голове Мухи сидят Где нищие Которые должны Просить Милостыню Где бандиты С автоматами Калашников Где это все Вообще Куда оно все Делось Вот у меня еще Какая мысль Что Я вот уже Будучи в Африке Да Получается Почти полгода Здесь уже Я Смотрел Получается Я здесь Ноябрь Декабрь Невай Февраль Четыре месяца Не полгода Соврал Я смотрю Очень много Блогеров В основном Показывают Ужас Шок Там Грязь Спит Нищета Ну вот Это надо Конечно Постараться Найти Такое место Да Вот Я сказал водителю Что постараюсь Ими отвезти Вот какой-то Есть район Где прям Все там Наркоманы Алкаши Беднота Вот давай Туда поедем Там поснимаем Он сказал Что он знает Такое место Одно в оружие И что мы заедем Обязательно Как-нибудь Почему снимают Вот не снимают Вот это вот Да Вот где мы сейчас Вот это все Не снимают Почему Ни журналистам Ни блогерам Это не интересно Потому что Он тоже Ну как бы Кусочек крыши Видно только Да Но я знаю Что домик Очень приличный Там Почему не снимают Потому что Ну а кто будет смотреть Такое Где просмотр брать Они же зарабатывают На просмотрах Блогера А журналисты Зарабатывают На рекламе А кто будет смотреть Передачу Если вам покажут Расскажут Что в принципе Ничего страшного Никакого шок-контента Нету Все обычно Да Я ни в коем случае Не говорю Что здесь богато Кто-то живет Все обычно Самые обычные Обычные люди Обычно живут Вон у них Прямо все Смотрите Растет Цветет Вон коровы Пасутся Вот Ну и собственно Скорее всего Из-за этого Да Скорее всего Так Ну это как Смотрите Когда показывают Что русские Все пьют водку Да И медведи Везде Мы смеемся Потому что Мы знаем Что не так А когда нам покажут Что в Африке Нищета Нет дорог Нет образования Все голодные У всех спит И живут в лачугах Все Мы верим Почему-то Вот мы знаем Что про Россию Искажают А то что Про Африку Могут искажать Мы как-то Об этом Не думаем Ну вот Надо подумать Об этом тоже Едем дальше Еще где-нибудь Сниму вам Что-нибудь Такое Здесь Ну я прям Вот себя чувствую Знаете Альпы Французские Или швейцарские Ну вот Действительно Прям Все ухожено Очень Все довольно Прилично Итак Продолжаем Наше путешествие По Голодной Обездоленной Стране Где все Больны спидом И у всех Мухи на голове Вот Вот тут вот До горизонта Все в полях Полностью Вон у них Коровы Это не деревня Это такие Хутора Прям вот мы едем Именно Прям хутора То есть 5-6 домов И от горизонта До горизонта Ничего больше нет А тут смотрите У них и машины Есть Почему-то И вон Дома Похожи на дома Hello Вот И как-то Все Странноватенько Ну в смысле Что Я тоже Начинаю Понимать Что происходит Вот Но изначально Это конечно Для неподготовленного Человека Выглядит довольно Странно Вон там Озера И на той стороне Тоже все В полях Вот Ну вот Все хутора Мы проезжаем Вот они Такие Опять же Мусора Нет Нищеты Нет Бандитов С калашами Нет Ничего Нет Это странно Дома Не богатые Но Норм Как дома Вот мы опять Деревня Сейчас скажу Что мы тут делаем И тут опять Нету Этих Бандитов С автоматами Голодных Детей Есть вот Нормальные дома И смотрите Что тут есть В Африке Подстригают Траву Вдоль дороги И убирают Мусор Представляете Бригада Дорожных Работников Работает Убирает Территорию И облагораживает Ее Вот такая Странная Штука Вот Мы давно Созвонились Вот где-то В этом районе Живет Некое Племя Которые До сих пор Для охоты Используют Луки И соответственно Их делают Вот мы сейчас Попробуем К ним попасть Сказали Что к ним Нет дороги Нужно ехать На мотороллере По бездорожью Кстати Вон я вижу Тоже Сильно Голодающий Дом Ну вернее Владелец Этого дома Очень сильно Голодает Наверное Вот сейчас Попробуем Пробраться туда Дождя не было Вроде Вчера И позавчера Поэтому Мы должны Туда попасть По идее И посмотрим Как делают Луки Мне например Это очень интересно Не менее интересно Чем как добывают Бриллианты А вот Кстати Еще один дом Где тоже Скорее всего Люди Голодают И все Такое Обычный Сельский Деревенский Дом Вот хоть Убейте Меня Никакой Голодухи Нищеты Не вижу Здесь Девочка А там Еще И другая Девочка Вот Вот так Вот Сейчас Ведем Переговоры Кто Нас Повезет Там Какой-то Есть Дядя Коля У которого Есть Мотороллер Он Приедет И мы Помчим Приехали Минут 30 Мы ехали Я не снимал На ходу Потому что Мы фигачили Даже по Руслам рек Ну в смысле Не поперек Не приезжали А прям По руслу Там речка Такая Подсохшая И мы прям По руслу Съехали вниз И поперли Потому что Дорог нету Тут кругом Кукуруза Это прям Совсем Получается Глухая деревня Потому что Сюда нет дороги Да Сейчас посмотрим Как живет Как живут По настоящему Бедные Танзанийцы Вот Кукуруза И Подсолнухи Кругом Очень много Очень прикольная Тема Мне нравится Живой забор Смотрите Это Какой-то Родственник Кактуса Наверное Ну понятно Что если Есть мачете То вырубить Этот забор Не проблема И залезть Но видимо Он больше Декоративную функцию Играет А тут уже Посерьезней Забор Он из Колючего Кустарника Ну и тут дальше Тоже Вон кукуруза До горизонта Этот забор Уже не пролезть Просто так Никак Вообще Совсем Так Смотрим Заходим Прикольное устройство Это племя Которое называется Мия Туру Есть? Эммануэль Мия Туру Мия Туру Ня Ня Туру Ня Туру Да Ня Туру То есть Это не Масай Они скотоводы И сельским хозяйством Занимаются Это наши Таксисты Мото такси Которые Вот тут нет Электричества Такие Глинобитные Из сырого кирпича Домики Вот дети Ну вот это Вот уже больше похоже Да На Африку Которые снимают Вот котик Который снимают Журналисты Сейчас спросим Насколько они голодные Сколько раз в день Они едят Поскольку месяцев Голодают И все остальное Там ничего не видно Что происходит Сейчас попрошу их Вылезти на улицу Хэллоу Нет? Ладно Дети Относятся Ко мне Без должного Уважения И даже Песик Никак не реагирует А Кстати Кто-то спрашивал Едят ли в Африке Грибы Еще как Едят Вон смотрите Девочка сидит Перебирает Грибы Видимо Где-то Собрали Там пока Мой таксист Водитель Ведет переговоры Естественно Все сразу Начинают стесняться Что приехал Мзунгу Еще и не просто Мзунгу А что-то снимает Вот Мы пока Можем пройтись Глянуть Что-то Все в них Происходит Это я насколько Понимаю Соседи Алло Детишки Смотрят на меня Хворост Понятно Что готовят На дровах Ну вот Насколько Понимаю Это самая Нищая Нищета Это вот Соседи Такой Домик Здесь Папайя Вон еще Там Сарай Домик Не буду Заходить Они меня не Приглашали Вот Сейчас Будем Разбираться Ну то есть Смотрите Что вы понимали Вот то Что мы ехали По дороге Это были Банту То есть Это как Ну допустим Русские В России Да То есть Основной Процент Населения Это Банту А сейчас Мы приехали Это как Чукчи Или Эвенки Вот что-то Так Сейчас будем Смотреть У нас Вот очень Длительное Взаимонедопонимание Потому что Это Ну они Это не Банту И они Не говорят На Суахили Вот 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 этот Дедушка Девает Эти луки Вот у него Заготовка Как раз Он сейчас Будет Титилу Натягивать И они Постоянно Используют Именно для Охоты Эти луки Потому что В Танзании Очень серьезная Проблема С огнестрельным Если Не дай бог Ты Будешь Жить с ружьем В районе Где убили Льва То тебе Могут дать 15-30 лет Это на самом деле Так Вот Поэтому Здесь Вот Холодное И Как сказать Стрелометное Оружие Присутствует До сих пор Потому что Другого Другого Выбора Нету То есть Если ты хочешь Охотиться Ты не можешь Купить ружье Потому что В принципе Охота Как бы То есть Она есть Но Если Где неподалеку Убьют Льва То тебя Могут Обвинить Что Смотри У тебя есть ружье Значит Льва Убил Ты И тебя Могут Посадить Благодаря Этому Здесь Сохранилось Вот он Натягивает Тетиву Здесь Сохранились Более Древние Старые Традиции То есть У людей Есть копья И луки Это интересно Сейчас будем Смотреть Смотрим Копье Это Прямо Настоящий Стальной Наконечник Тут Никаких Туристов Близко Нет Никогда Не было Оно Прямо Острое Совсем Вот Обратите Внимание Толщина Древка Тоньше Пальца Моего Большого То есть Где-то Наверное Сантиметра Два Миллиметра Двадцать Три Примерно Я думаю Где-то Так Вот И оно Не такое Длинное У него Есть Тут Что-то На конце Пружинка Намотана И железка Для баланса Чтоб Конец Был Тяжелее Вот Оно Очень Гибкое То есть Оно Прям Вот Смотрите Да Вибрирует Видно Очень Легкое Копьецо Видно Что Сделано Для того Чтоб С ним Очень Далеко И много Ходить Значит Для охоты Не используют И неправильно Сказал Используют Вот У них Еще Несколько Таких Есть Когда Идут На ферму Для работы То здесь Не занимаются Земледелием Насколько Вы поняли Или Когда Пасут Скот Они Берут С собой Для самообороны От Львов Вот Сейчас Поближе Осмотрим Старевые Луки Вот Получается Здесь С одного Куска Дерева Лук Натяжение У него Килограмм Наверное Около 20 Примерно Вот Он Где-то Такие Такие У него Пропорции Очень интересным Образом Выясняли На сколько Метров Стреляет Как понять Знаете Как Разобрались Про метры Он не понимает Спросили А сколько Футбольных Полей Он говорит А Так Вы сразу Так Спросили Либо Будет Полтора Сейчас Секунду Показываю Стрелы Выглядит Очень опасно Вот Но Древко Понятно Оперение Видно Что Все Рабочее Всем Пользуется Никаких Сувениров Туристов Ничего Здесь Нет Это Для Стрелки Птицы Да Это Для Того Чтобы Бить Птицу У нее Там Втыкать Некуда Так Я Глушил Кость Сломала Все Такой Прикольный Наконечник И Это Для Бег Сам Бег Анимал Это Вот Моя Рука То есть С ладонь Где-то Получается Длиной Так Какие Тут Еще Есть А Ну Есть Прям Совсем Зверские And Arrows They use For Hunting To Which Animal Arrows Balls And arrows They use For Hunting To Which Animals They use Tumiyak In India Nhamaganya Diggi 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 What is Diggi 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 Знаете Эти Карликовые Antilop Которые Совсем Маленькие Такие They are delicious Right They are delicious I have printed To test We have This We have Slice And I have Some questions For this Grandpapa How many people In his house His family How many people Here I am going to 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 Be Big ische Second Web I am not Exactly How much But It is Around Twenty Yes It means About twenty Yes And Half Is He Two 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 Right We have Collected Quick Where ām We 告 For Ugari You What software Was udo How lake у них есть всегда много в неограниченном количестве вот а другой еды бывает что и нету поэтому они охотятся ловят рыбу бывает такое что у них вот прямо сейчас он говорит что такая ситуация что предыдущий урожай теле уже там всякие картошки сладкий картофель муки кукурузной осталось еще много вот но в данный момент больше ничего нет он говорит что можно пойти поохотиться собственно кто-то из его семьи ушел сегодня утром на охоту и вечером будет мясо но мясо есть не всегда не каждый день вот такая ситуация пожалуй это наверное самое ну одна из самых бедных семей я был до наряду с массами но опять же не забывайте что это не банду то есть это малые народности которые живут очень сильно периферии не имеют образование работы и всего остального хотя в принципе в стране с этим проблем серьезных нету то есть просто холодная ковка получается и зубе вот вот гвоздь ну и гвозди берет это маленький гвоздь и вот таким образом получается все эти наконечники на камне молотком мне кажется брони потому что получается здесь получается без закалки на гортовка проходит поэтому прочности металла хватает твердости чтобы олененка подстрелить но оленят конечно жалко так все мы едем дальше посмотрели оружие мне понравилось очень копье смотрите она прям такое гибкое как и должно быть здесь какое-то как это твердая порода дерево стоит то что мы на реконструкции используем эти как швабра толщиной но понятно что после первого удара на сломается она не должно это не для длительного боя это воткнул или кину и все да но блин круто очень прям настоящая она и в руке совсем по-другому сидит мне очень нравится она высотой мне где-то по примерно вот до линии глаз примерно так то есть не высокая и она такой прям сбалансировано хорошо чувствуется что вы кидать удобно кстати по поводу кидать не шутка мы не будем конечно так делать вот но вообще интересно когда можно посмотреть старые традиции да здорово так что почти что мы нашли голод почти что есть кукурузная мука есть еда но не разнообразная вот никто не голодает но и этот рябчики с ананасами тоже не едят водителя учат стрелять этот мужичок в белой рубашке он отсюда сам из этой деревни он поэтому нас сюда привез и фью и фью и фью и фью шут ту же три эро will broken for sure я говорю что если ты выстрелишь в дерево то стрела сразу сломается ну ладно пойдет неплохо но 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 с обет фо гиол эммануэль not so bad for you я говорю что для девушки ты неплохо тут есть такая прикольная палка убивал к тоже но это коров бить непослушных ok let's go сеньки папа ладно они тут ничего не понимают очень арсенал у него товарищей приличный поехали ну вот получается да что когда приезжают какие-нибудь блогеры там или журналисты они говорят покажите мне право что не какой-нибудь пипец что вообще был чтобы люди разрыдались их привозят такую деревню они говорят не 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 это недостаточно пипец давайте посильнее чтоб чтоб прям вообще совсем вот и ну видимо что такое удается найти но опять же если в россии поискать мы таких мест тоже найдем немало да где люди живут очень сильно не очень без воды и без электричества там с туалетами на улице как здесь и все такое поэтому я не считаю что это вот вся африка вот такая как мы только что были то есть такое над поискать вот собственно у нас получилось найти но еще сходим обязательно выйти в трущобы который мне водитель обещал ну и очередной раз покажу дорогу все очень чисто травка пострижена по обочинам и тут такая очень живописная местность смотрите на дома опять же видно что не миллиардеры да но и нищеты тоже я не наблюдаю как бы никак совершенно он еще смотрите домик похож на домик который вот эти вот вот это я спросил что это такое это магазинчики там какие-то строятся какие-то сейчас закрыты сегодня выходной собственно обычные деревенские дома опять да и снова в нашем понимании вот прям как у нас в глубинке деревне все примерно как у нормальных людей едем дальше и так это было вот как раз показательно такая голодная голодная деревня по меркам танзании это вот пару массайских деревень где мы были нигде много народу помните вот то что мы заезжали перед оранжевым гранатом да там где 30 домов и у них там несколько тысяч этих единиц скота скажем так это богатые люди одна корова стоит в среднем 1000 долларов вот если у них 700 коров у них 700 тысяч долларов то есть только у них деньги не не в наличке да они у них товаре вот но как бы они есть но помните где дедушка был слепой и жена просила виагра привести это когда мы ездили куда на добычу зеленого граната цеварита да это вот бедная деревня и вот это вот тоже то что мы сейчас смотрели тоже была бедная деревня и напомню вам что они сказали про еду что кукурузной муки у них во но больше ничего в данный момент нет потому что нужно ждать когда созреет урожай причем у них там вокруг деревни были поля именно кукурузные на разные стадии созревания то есть они если подойти к делу грамотно да они могут сами например высаживать по 10 соток с периодом в две недели таким образом у них урожай будет всегда но то они решили засеять все сразу собственно собрали доели часть часть у них осталось но вот как бы обменять например на мясо ли на сыр на молочный продукт они не могут опять же мы видели в загоне коровы у них это те которых не выгнали на выпас по какой-то причине допустим там беременная или там больная какая-то остальные все на выпасе были то есть опять же мясо есть значит есть не так сильно хочется потому что что нам показывает опять же голливуд и блогеры сми до что продают детей за голодухи в проституцию просто продают детей заберите дайте нам еды сами согласны на убийство на воровство и еду воруют значит но весь этот бред лютый бред потому что то есть еще раз кукурузная мука есть то есть угаре они кушать могут каждый день коровы тоже есть они не хотят их зарезать до чтобы оставить на будущее я не сказал бы что это прям голод извините я например из семьи советского инженера и у нас были моменты особенно в 90-е годы когда мы тоже мясо ели не каждый день и даже не каждую неделю можно ли это назвать голодом мое мнение нет нет опять же повторюсь что это малые народности то есть вот так как они живут почему них нету дома вот этого красивого как живут банту вот это их традиционные дома это их традиционное поселение у них принято жить так они так живут тысячи лет как масса и то есть тут немножко еще есть налет традиций традиции до и старого уклада жизни я думаю что если бы они захотели скорее всего они бы могли продать там часть своих коров построить себе нормальный дом нашем понимании но вот они привыкли им так положено жить я забыл как племя называется следующий момент очень любопытный государство действительно поборола браконьерство то есть люди панически боятся иметь дома ружье вы поняли да там то правда звук не очень хороший был что люди под страхом стать жертвой льва на полном серьезе то есть по статистике в танзании я спрашивал каждый год там пять шесть десять человек погибает в лапах львов вот люди боятся что их сажут львы они ходят пасти своих коров коз они ходят сажать собирать кукурузу сладкий картофель они собой для самообороны берут копья вот мне сказали что если не дай бог ты застрелить там зебру или то есть есть животные на которых охота разрешена это в том числе олени да например или анти лопа которых очень очень много если не дай бог застрелить зебру жирафа слона льва то тебя объявляет есть прям уголовная статья мясник тебя объявляет мясником и тебе дают от 15 до 35 лет тюремного заключения и судя по тому сколько мы общались браконьерства действительно нету я знаю что танзанийцы опубликовали радостную новость что за последние два года не убили ни одного носорога например да это очень круто молодцы как бы достойно завести потому что зарплаты у чиновников невысокие и организовывать охоту для каких-то богатых людей за большие деньги можно было бы но видимо здесь у тебя железная гарантия что да ты заработаешь на тебя точно поймает и деньги отберут и тебя посадят и видимо законы действуют и работают но я такие выводы могу сделать вот данная деревня была уникальна да потому что люди до сих пор пользуются оружием раннего средневековья в данный момент по сей день для самообороны это конечно ну просто у меня нет слов замечательно так это про деревню закончили давайте про алмазы тире бриллианты то есть алмаз это вот эти кусочки которые находят земле бриллиант это уже ограненный алмаз да вот но в принципе я часто путаюсь не обращайте внимание и критики конечно жутко злятся что как же так он назвал алмаз бриллиантом или бриллиант алмазом мне это честно не важно первое как должна выглядеть добыча алмазов на которые мы сейчас попадем с точки зрения голливуда передать сми и блогеров значит приезжаешь там стоит такой столик стульчик на столе много бухла за столом сидит полевой только не командир а полевой генерал красивом камуфляже в таком берете в красном да весь медалях у него золотой калаш такого но так должен держать очки такие зеркальные большие модные какие-нибудь гучи и он должен смотреть как работают люди в лохмотьях голодного вида и говорить так этот какой-то подозрительный медленно работает расстреляйте так этого тоже стрелять им не нравится этот сколько нашел сегодня алмазов 5 тоже этого расстрелять пожалуйста вот значит там же должны людям где-то рядом отрезать голову там же должны расстреливать какие-то нищие деревни вокруг вот я думаю что многие из вас ожидали чего-то примерно такого на самом деле я вас сразу разочарую все очень прилично очень безопасно очень комфортно мне вот из всех добыть я был мне вот это на больше все понравилось стоишь по щиколотку значит степой водички и лопатки так по чуть-чуть грамм там по 300 наверное этого породы так тюк тюк и прям вот не зашел очень очень хорошо я с удовольствием там как-нибудь недельку провел бы удовольствие огромное сейчас все посмотрите так значит далее давайте немножко вам вообще расскажу про бриллианты да значит какая ситуация с бриллиантами почти всеми добычами в мире владеет некая корпорация дебирс она вообще взяла свое начало из южной африки вы там довольно большие залежи бриллиантов алмазов алмазов извините значит какая ситуация вообще на рынке и как все произошло изначально их добывали сильно немного действительно да и для того чтобы они вошли в моду мне до сих пор каждый день пишут люди здравствуйте я собираюсь сделать предложение мне нужен бриллиант я спрашиваю почему я бриллиант говорят ну как почему ну так вроде так принято откуда пошла эта традиция культура да посмотрите почитайте классиков посмотрите какие-то старые фильмы небо изначально так принято значит дебирс через голливуд прокачал всю планету земля что если ты собираешься делать предложение обручение у вас происходит или просто хочешь чтобы девушка была тобой довольна ей надо подарить кольцо с бриллиантом обязательно видите то есть они сидели на добыче бриллиантов а видите вернее сейчас увидите что в африке а дебирс он изначально из африки до в африке бриллианты добывают их себестоимость вообще ничтожное просто ничтожное они по сути вообще ничего не стоят вот на момент добычи то есть там расходы ну почти нулевые и им нужно было как-то повысить стоимость этого товара в глазах обывателя что они стали делать они стали платить миллионные взятки ну или как называется может быть помощь оказывать голливуду просто чтобы фильмах герои стали друг другу постоянно дарить биллианты постоянно постоянно и говорили карат 2 карата 5 карат чтобы бандиты когда грабят банки они воровали там не золото в слитках например да или не рубины которых реально исчезающие мало добывают они действительно стоят дорого а именно бриллианты то есть везде во всех фильмах про бандитов про мафию это бриллианты 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 еще такой интересный момент тоже не все об этом знают очень часто когда кто-то кому-то дарит фильме бриллиант он говорит заветное слово каратник или каратный или один карат но очень интересный момент при этом показывают камень как минимум карат 5 поверьте мне я могу на глаз отличить один карат от двух от трех от пяти вот всегда фильмах показывают как минимум карат 5 и говорят смотри я купил те каратный бриллиант дает кольцо а там карат 5 примерно и люди которые в живую видят что такое карат один карат это чуть больше спичечной головки посмотрите таблицы есть миллиметрами в этом в интернете погуглите вот собственно люди бывают шоке как такой маленький я думал карат это ну примерно вот такой вот и мне часто пишут что здравствуйте я хочу ну допустим там шпинель меня устроит пол карата мне огромный например как каратник не нужен у меня пальцы тонкие ребят каратник это вообще ни о чем да совершенно вот еще один момент интересный да про бриллианты так дальше а значит что происходит с алмазами и бриллиантами мы сейчас подчеркиваю говорим про белые и про желтые и коньячные то есть три цвета до белые и желтые коньячные что происходит на мировом рынке их изначально много очень добывали там даже 100 200 лет назад их добывали уже много и сейчас геолог разведка не стоит на месте спутники там уже все просвечивают на и ситуация такова что в данный момент с каждым годом залежи находят все больше 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 добывают все больше больше их и они очень быстро идут по цене вниз то есть все алмазы и бриллианты обычного цвета это вот белый и желтый коньячные с огромной скоростью падают цене допустим прошлом году бриллианты упали цене примерно на 12-16 процентов в этом году прогнозируемое падение еще процентов на 15-20 чем это связано с тем что например только прошлом году 20 2020 до в африке я не помню в какой стране надо почитать вспомнить нашли месторождение алмазов где их столько сколько всего в мире и даже больше то есть в одной стране залежи больше чем во всем мире да вот плюс говорят что и мне кажется это уже правда да говорят что добыта в данный момент алмазов на каждого жителя земли по граненому стакану полному с этим не интересно где мой стакан и цены данный момент продолжают сдерживаться искусственно то есть за день добыли допустим 100 килограмм на рынок вы выпустили 100 грамм но дело в том что и акционеры и торговцы и биржевики и все остальные знают о том сколько их разведанные что добыча постоянно наращивается поэтому цены все равно падают вот они сейчас поддерживаются и искусстве но ситуация сейчас такова что смотрите на на месте на добыча да можно купить долларов по 400 за карат в магазине карат стоит ну где-то от 4 до 12 тысяч до понятно что там далеко не все ограница что там часть пойдет на выброс часть покажет нехороший цвет где-то откроются трещины скрытые ну давайте на мусор выкинем допустим 70 процентов 70 процентов вот путем несложных вычислений можно понять что все равно мы очень сильно переплачиваем за бриллианты которые мы покупаем просто потому что это модно принято и теперь это общая мировая народная традиция да и друг другу бриллианты с бриллиантом ситуация такая что они сейчас как автомобили вот вы купили за 10 тысяч долларов вы из магазина вышли все он уже стоит тысяч шесть семь я об этом говорил но я на всякий случай повторяюсь да и он каждый год будет становиться дешевле 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 и дешевле с цветными алмазами бриллиантами совсем другая ситуация категорически наоборот вот их добывают очень мало допустим вот там где мы сейчас будем там добывают 66 цветов там есть оранжевый зеленый и голубой понятно что белый значит есть там розовый и желтый вот и вот эти они попадаются крайне редко крайне редко ну например а там один из тысячи до с хорошим ярким цветом мы сейчас про яркий говори никогда там чуть чуть оттеночек а прям яркий вот и они в цене растут очень быстро это как раз инвестиции но чтобы понимали мне вот пару раз недавно писали привет я хочу розовый бриллиант вот смотрите бледненький бледненький 2 карата будет стоить тысяч триста четыреста долларов тысяч триста четыреста долларов вот хорошего цвета розовый пару карат будет стоить где-то три с половиной миллиона долларов примерно так это прямо свеженькие свеженькие цены я смотрел буквально дней пять назад вот такой момент то есть ситуация отличается до цветные идут вверх быстро потому что их очень очень мало и ярких прям исчезающий мало не знает там 0001 процент находят а белые желтые коньячные падают вниз черные примерно на одном уровне стоят даже чуть-чуть за последние лет десять они в цене подросли ну так процентов на 20 где-то примерно так вот следующий момент с бриллиантами пожалуй с алмазами с бриллиантами связано наибольшее количество мифов у нас в россии вообще в мире один из таких замечательных шик мифов до что это самое твердое вещество на планете земля вообще в космосе во вселенной и повредить его как либо невозможно повторяюсь много раз об этом говорил что вы путаете свойства твердость то есть его невозможно или очень сложно поцарапать поцарапать но расколоть сколоть у него грань отколоть кусок просто его разбить пыль можно легчайшим ударом об железку или от бетон например да тоже на эту тему со скептиками у меня были споры очень долго спорю в конце концов записал видео где я легким ударом молоточка в пыль разношу черные бриллианты тут же нашли скептики что вот это он раскололся потому что он черный ребята по шкале моста шкала твердости черный точно такой же как белый ничем не отличается там я смотрю пишет что это потому что много включений если включение будет и вообще не разбить невозможно погуглите я не буду повторять эксперимент просто мне зачем уже я уже себе все доказал да таких дураков как я которые лупят молотками по разного качества алмазом и бриллиантом в интернетах очень много и они все разлетаются в пыль то есть все камни хрупкие все и бриллианты с алмазами тоже мне часто пишут что мне нравится вот гранат но я посмотрел по шкале моста он намного ниже чем алмаз значит он наверное мягкий нет он такой же хрупкий все драгоценные камни легко разбить так сейчас верюсь что я хотя вам еще сказать а ну и условия добычи да там звук не везде хороший понаблюдайте пожалуйста и сравните погуглите как выглядит допустим до разработка кимберлитовые трубки в якутии и сравните я думаю что вопросов по потенциалу российских алмазов или бриллиантов на рынке у вас никаких не останется они супер супер дорогие мега дорогущие и вот это вот легенда которая тоже существует что российские алмазы самые лучшие ребята они одинаковые совершенно они есть совершенно одинаково везде чистые белые бледные темные серые со включениями с трещинами и без никакой разницы по структуре по цвету вообще нет есть великолепные африканские есть отличные индонезийские есть супер мега крутые русские но русские всегда будут дороже почему сейчас сами все увидите убедитесь в этом так смотрим так вы просите снимать бытовуху мне тоже на самом деле было поинтересно да как тут все это выглядит вот мы едем едем где-то 250 280 км проехали приехали озеро сингидан сингидан можете погуглить там очень красивые скалы смотрите и тут очень много кафешек для местных исключительно только для местных потому что туристов здесь нет вообще никаких совсем вообще мы ни одного не то что туристом и ни одного мзунгу не встретили знаете бывает там эти в церкви какие-то сотрудники проповедники еще кто-то тут вообще никого нету вот то есть это такой курорт для местных да там рыбаки плавают вот как это выглядит тут такой бассейн небольшой такой отельчик четырехэтажный вот местные туристы сидят именно туристы именно местные приехали ребята пообедать или отдохнуть на выходные ну то есть опять же смотрите не похоже на то что здесь французы всем заправляют или англичане да или там кто там китайцы сейчас спросим sorry you speak english who is owner of this space is logo people from outside no i mean owner of this place is african man from here ну вот они говорят что владелец танзанец thank you very much что местный товарищ маргарита добручись пеппер стейк на горит ма шум суп он ма шум суп и дистанта дистанта есть с с н ту вот и н ван массово тей вот вы даже узнали что мы будем с водителем обедать ну и вот собственно смотрите видите владелец получается местный а кстати я же не за рулем можно выпить гиннес оп в общем вот так выглядит не так все страшно как мы часто думаем всем приятного аппетита всем привет мы недалеко от поселка который называется щеняга там вообще ничего интересного нет и поэтому не стал ничего снимать и назвал его шняга причем есть новая шняга и еще есть на карте я видел старая шняга это вот мимоза мы приехали на добычу алмазов я постоянно видос их называю бриллиантами и диваны специалисты всегда пишут что господи боже мой какой ваш шара ну на самом деле конечно я знаю чем отличается бриллиант от алмазов и на мой взгляд можно говорить и так и так мне в принципе все равно совершенно по поводу конкурентоспособности российских бриллиантов вы часто спрашиваете как они вообще позиционируются на мировой арене значит насколько они сильно ценятся я может что скажу уже говорил нескольких видео об этом во первых российские алмазы и бриллианты не совсем российские да ими владеет некая британская компания я думаю что скорее всего если мы потянем за все веревочки то это будет дебирс я знаю что дебирс не британская но скорее всего через британскую до компанию вот и сравните вы наверно видели фотографии как добываются бриллианты в якутии да и какие там громадные расходы на добычу и вот я всегда говорю что невозможно конкурировать с местами где их копают лопатами и грабельками и в песке вот собственно мы в такое место приехали это частная добыча есть здесь есть большой карьер де используют экскаватор и всякое такое но опять же там не вечная мерзлота да и расходы там на я думаю в тысячу раз наверно ниже а это вот частная то есть это люди владеют землей и у себя не на огороде нашли алмазы причем не просто алмазы от цветные и государство не имеет права их забирать они просто продают их и платят налоги ну собственно добывают вот два товарища два брата вот который в полосатых футболках это владельцы данной добычи их зовут который вот в синим это доллар и родители вот так назвали это настоящее имя его брат франклин сейчас мы попробуем сори вот и зеней сабани сабани и товарища бани доллар франклин и шабани вот здесь собственно не бывают алмазы вот тут вот уже выработали слой в смысле дальше уже все их нету представляете какое залегание меньше двух метров вот это уже промытая порода сейчас посмотрим что есть попробуем покопать ну и вы понимаете да что стоимость этих бриллиантов при добыче себестоимость и якутских она отличается я думаю что в несколько тысяч раз поэтому собственно якутские бриллианты не могут по цене конкурировать с вот с этими ну вообще никак совсем выяснилось что в том месте еще часа два-три снимать землю а мне что-то стало лень и оказалось что у доллара и у бенджамина таких мест несколько им повезло дедуля когда-то для под кукурузу купил много земли очень удачно вот и мы пришли в другое место где уже дарыли до слоя где алмазы сейчас подобываем чуть-чуть вот тут уже есть уже дары ли до этого слоя вот это слой который содержит как раз алмазы отсюда лопатами поднимают землю ну то есть тут тоже три метра глубина залегания три метра при этом тепло не нужно отопление не нужно что там ничего не нужно да никаких грузовиков экскаваторов и грунт приносят вот такие ямы здесь промывают вот сейчас мы как раз удачно попали а это вот у нас глава незревые еще висят вот сейчас мы попробуем тоже по промываем посмотрим что тут есть и такой тоже нюанс работают здесь только члены семьи только исключительно чужих никого не пускает я думаю понимаете почему да и причем они договоренность что например сегодня копает семья сестры мужа но кто-то из другой части семьи присутствует вот эта тетя вот например да она просто смотрит и вот они меняют наблюдателей ну например сегодня работает моя семья а кто-то из семьи моей сестры родной стоит смотрит от работает семья сестры а кто-то из моей семьи смотрит понимаете о чем я говорю вот то есть несмотря на то что они так одеты это рабочая одежда это все люди очень сильно не бедные и нанимать работников они не могут тоже понимаете почему потому что там прихватил один розовый бриллиантик например алмазик да вот и у тебя минус 200 тысяч долларов семейного бюджета ушло сразу как это выглядит но кто смотрел мои видео саши ланки например вы уже все это знаете вот набирают породу промывают отбрасывают камни как не интересно кто сортирует они сначала накапливают много мелкого понятно но кстати вы часто спрашиваете в комментариях я вижу почти каждый день да почему не купите константин свою добычу ну вот я говорил что уехать будет невозможно вообще никогда то есть даже ночью вы понимаете прекрасно здесь всегда находится кто-то из членов семьи потому что здесь нету никаких заборов колючих проволок и всего остального вот они на ночь ушли кто-то пришел за ночь вот это например вот это все вот это вот все да промыло и это сразу огромная потеря для бюджета вот поэтому владельцы они здесь живут то есть если у тебя есть своя добыча тебе нужно там жить всегда вообще постоянно ты уехать не сможет никогда найти кого-то кто сможет контролировать и там очень честный человек знаете честность тоже я считаю что зависит от суммы очень часто к сожалению к сожалению да можно конечно идти совсем честного человека но это сложно и это только путем пробы ошибок можно сделать ошибки тут стоит очень дорого вот в чем проблема появился чек нечестный оказалось что он тебя воровывал и успел украсть там допустим на 2 миллиона долларов у тебя алмазов вот его за это уволил следующего нашел честного опять вы пробуете опять у тебя минус там пару миллионов и так можно в принципе пока живо не закончится искать честных людей вот какой-то другой метод контроля я не знаю поставить забор колючу проволоку камеры но там настолько видите он сейчас под водой например вот схватил камешек вы смотрели фильмы как вы помните кровавый алмаз до хватил камешек между пальцами зажал потом проглотил его отвернулся и все и в принципе камера тут не особо поможет только личное наблюдение больше никак так только что нашли алмаз смотрим сэ 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 кэмэгивми пожалуй в чем я очень внимательно наблюдал я уверен что его не подкинули прикольно он говорит что когда они вот это промывают все алмазы всегда приходят в центр у них там получается линзовидная эта штука и алмазы всегда падают в центр такая добыча мне очень нравится никаких тебе шахт по километру низковаторов неподъемных кранов вообще деньги вкладывать не ничего не надо сидишь то купил две лопаты вот у тебя бизнес готов семейный это прям моя мечта супер сейчас сам попробуем да он видите он забирает с краев даже все не смотрит сразу откидывает сказали что шансов что по краям застрянет алмаз никаких что он обязательно в центр придет интересно я прямо взбодрился когда первый нашли как и 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 они говорят что неизвестно сколько в день ну как бы нестабильно один день три в день другой день ничего потом пять можно потом опять ничего это стандартная тема но бывают добычи где один в месяц находят а тут видите каждый день что-то причем такой довольно крупный был смотрим дальше тут мне только что рассказали страшную вещь ребята вот это владельцы но не нынешний владельцы что дедушка купил эту всю землю которая вся изрыта она вообще вся там он дальше везде добыча вокруг вот я застаю на горочке добыть и везде за 4300 долларов 4300 долларов how many years ago you buy this land пять лет назад за 4300 долларов купили эту землю всю огонь прям завидую тот алмаз который мы сейчас нашли он на купил покупку всей земли сразу купил но дверь везет людям молодцы и чем пока ждем следующий промывочки смотрим перебираем пока ничего нет пока ребята копают рассмотрим тот который нашли он конечно не идеально чистый но все равно он стоит денег конечно же и немалых ну кстати больших трещин которые нас проходят я не вижу здесь то есть он принципе неплохой как ванта 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 и ванта и мазавил пейфу м и вен 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 ван 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 вен 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 в день нормально такая добыча мне очень нравится ребята прям огонь лазить никуда не надо нырять не надо пятости не надо поднимать прям отличненько очень хорошая работа конечно коляво прямо Смотрим, что я там накидал. Я везучий. Есть. Причем он зеленоватый. Так, сейчас я из воды вылезу. Сниму его нормально, боюсь ронить в воду. Так, смотрим. Ребята, оказывается, не Банту, они из племени Сукума. Вот видите, малые народности тоже могут что-то зарабатывать. Вернее, не что-то, а много. Судя по тому, что мы за час нашли два алмаза, они зарабатывают дофига. Очень мне прям нравится такая добыча. Все камни так добывать. Никуда не надо лезть. Смотрите, какой красивый кристаллик. Он такой желто-зелененький. Причем интересно, что он отломленный. Вот здесь он отломился. Какая сила его могла отломить? Вот мне интересно. Или это при формировании произошло? Почему так вот? Работа не пыльная, в тепле. Сегодня еще не жарко. Мне очень понравилось. Мы подъехали домой к товарищу. Он нам показал, что найдено за последние несколько дней хорошего качества. Ну вот тут, в принципе, уже такой товарный вид и уровень. Если белые бриллианты на бумажке белые, вот как этот, например, значит они хорошего цвета. Вот есть такой любопытный кристаллик. Мне такое даже больше намного нравится. Смотрите, какой красивый. Я бы такой неограненный поставил кольцо. И так вот мы едем. У нас тут доллар и бенджамин. То есть получается, что это члены семьи, которые владеют алмазными приисками. И мы завели речь о том, что продает ли кто-то алмазные прииски. И вот что они сказали. Они такие говорят, ну, ты знаешь, если на приисках есть алмазы, то их никто продавать не будет. Вообще никто. Я говорю, а как же вот эти истории, что там семья устала от бизнеса, что им срочно нужны деньги. Поэтому они все прииски полностью продают. Он говорит, что если вдруг по какой-то причине, значит, кто-то захочет продать целые прииски. Одно дело, что им нужны срочно деньги. Они камень какой-то продали или там пакетик с камнями. Вот заболел дедушка, у него, допустим, фу-фу, не дай бог, рак. И нужны срочно деньги на операцию. Они могут пойти и прямо сейчас за полцены продать пакет с алмазами. Но он говорит, что если когда-то семья будет нуждаться и чтобы продать, вот захотят они продать прииски, вот, их выкупят родственники. И таких родственников стоит очередь. Никто не захочет чужим людям, то есть бизнес не уйдет из семьи, да, все равно, в любом случае. Поэтому купить алмазные прииски, на которых есть алмазы, это практически невозможно. Но вот по их мнению, они говорят, что они таких историй не знают. Зато они знают удивительные истории, когда их соседи, которым не повезло, и у них на картофельных полях не оказалось алмазов, они покупали алмазы у них, подкидывали, при свидетелях находили, создавали шумиху и продавали этот участок земли каким-то приехавшим городским, да. Много иностранцев здесь нет, владельцев вообще, но городские, которые вот так вот вляпались, купили картофельные поля за там пару миллионов долларов, такие здесь есть. Вот, вот так, это еще один ответ на ваши вопросы, почему я не прикуплю прииски себе, да, вот как бы две причины. Это очень сложно, потому что дураков нет, чтобы продавать алмазные прииски с алмазами, без алмазов нет проблем, все хотят продать. И второй момент, что там нужно жить и контролировать круглые сутки. Вот, собственно, у нас тут проселочная дорога, вот, собственно, такой момент. Пообщались немножко на тему семейной жизни, как у них пошла изменилась жизнь, когда нашли на этих на огородах пленты, да, алмазы. Пять лет назад это произошло, они говорят, что часть родственников разругались и исчезли, ну, просто как бы стали, началась дележка, начались суды, но дело в том, что владелец всего этого дедуля, и он самых скандальных просто выгнал, сказал, что я вам не дам ничего. Все остальные делят поровну все строго. Некоторые спились, не выдержали, как бы на них деньги свалились, да, и они начали пить и спились, и там на добыче были пару товарищей, которые, ну, видно, что у них есть проблемы с алкоголем, это тоже родственники, члены семьи. И интересный момент, что они приглашали георазведку уже, у них разведанных запасов где-то на 30 лет, на 30 лет. Но пока совсем мало прошло времени, они пока не знают, что делать с деньгами, они просто скупают всю землю вокруг и все. То есть, они пока не покупают виллы на Майами, не покупают, значит, что там в Лондоне себе квартиры, и вообще они не представляют, из них никто никогда не был за границей, они не представляют, что это такое. Ну вот, первое изменение, мистер Бенджамин, это брат, который сидел с нами, сейчас его здесь нет, вот младший брат, да, он посмотрел, посмотрел на все это, говорит, вы знаете, вот это вот все копаться там в луже всю жизнь, я не хочу, это не моя тема, он пошел учиться в хороший университет на фармацевта. Да, у них здесь такая система, государство оплачивает тебе образование, а ты потом, когда работаешь, им потихоньку отдаешь, то есть он даже не за деньги семьи пошел учиться, но видите, он, благодаря тому, что нашли алмазы, да, он не вынужден работать теперь в поле, там, в картофельном или кукурузном, вот, собственно, поэтому он изменит свою жизнь и своих детей. Я тут случайно наткнулся на каких-то убер-коров, смотрите, какие рога, офигеть, просто офигеть, огромные. Оу, еее, нормально. Это где-то метра полтора в размахе, примерно так. Выглядит довольно опасно, но, кстати, никакой агрессии не проявляют. Там я еще видел прям с огромными, еще больше рога. Сейчас посмотрим. Это, наверное, вожак стаи. Стада. Какой стаи, блин. Офигеть. Вот эта коровка. Очень круто. Это какие-то лонгхорны, наверное. Если кто-то разбирается, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я все таких коровок хотел завести парочку. Смотрите. Огонь. Смотрите. Огонь. Финальное слово. Первый вопрос. Стоит ли покупать бальянты в качестве инвестиций? Те три цвета, которые я перечислил, белый, желтый и коньячный, нет. Они в цене падают и будут падать. Цветные – да. Но там, как говорят бизнесмены, вход уже высокий от 300 тысяч и больше, да. Вот. И они идут в цене с огромной скоростью вверх и уже, в принципе, они стоят дорого. И будут идти еще больше, больше, больше. Потому что цветных как раз разведано залежей почти ноль. Очень мало. Следующий момент. Стоит ли покупать белый как подарок? Ну, почему нет? Если вам нравится, покупайте. Просто мое дело всегда. Вас попытаться отговорить, когда вы мне пишете, и предупредить, что в следующем году это будет дешевле. Еще через три года – еще дешевле, еще, еще, еще. Если, как говорится, в России на черный день, если вдруг вы захотите продать, то, ну, это будет прям совсем какие-то небольшие деньги. Следующий момент. Несмотря на все мои отговоры, стоит ли, можно ли у меня купить, значит, алмазы, бриллианты дешевле, чем в магазине? Да, можно. Разница в цене будет примерно процентов на 20. Вот, зайдите, то, что стоит в магазине 10 тысяч долларов, у меня будет стоить 7-8 тысяч долларов. Да? Вы спросите, как же так? Ты же говорил, что на добыче они по 400 долларов. Но я вам объяснял, что это нужно, чтобы один взять, да, нужно там собрать сколько их, ну, допустим, 10. Из них половина сразу уйдет из сортировки. То есть, там очень большой выброс идет, огромный. Вот, поэтому, чтобы я заработал, и вам было приятно, где-то процентов на 20, иногда 30 я могу найти дешевле, чем в магазине. Следующий момент, это касается только вот карат и выше, больше. Да? Там 2 карата, 3 карата, 5 карат. Вот. Мелкие, 0,3 каратика, 0,5 каратика, 0,7 карат. Или, как мне часто пишут, обсыпочку, передай нам, пожалуйста, там, 5 пакетов. Мне смысла заниматься этим нет вообще. Ну, то есть, там, смотрите, даже свои 200-300 долларов я наценить уже никак не могу. Например, мой заработок будет 60 долларов, а на бензин мой сотрудник потратит 100 долларов, чтобы поехать и их купить у товарищей, которые с пейсами. В основном, они ими занимаются. У них, по крайней мере, самая качественная огранка. Значит, планирую ли я забросить свои сети, вот, например, в тот район, да, в поселок Шняга? Да, планирую, но это нужно, как я обычно делаю, прям ехать туда на месяц, на пару месяцев, и там прям жить. Со всеми познакомиться, со всеми подружиться, втереться ко всем в доверие. Тогда, возможно, мы получим какие-то супер-мега цены на цветные бельянты. Но, опять же, что значит супер-мега цены? То, что стоит 300 тысяч, я смогу купить за 250 тысяч. И сделки все будут очень быстрые. Вот его нашли сегодня утром. К вечеру его уже нужно выкупить, иначе он уйдет дальше, потому что желающих вот таких вот проинвестировать, да, то есть их очень много. В чем разница, допустим, в инвестициях в землю, в недвижимость или в золото? Землю, золото, недвижимость у вас могут отобрать. А бельянтик, он такой маленький, его в кармашек положили, полетели в другой стране, с аукциона толкнули. Вот в этом главная разница, поэтому очень много богатых людей вкладывает деньги вот в такие маленькие, невзрачные, казалось бы, малепусенькие штучки, чтобы себя обезопасить. То есть это капитал, который можно перевозить с собой в кармане, вон, футболочки, да, или рубашечки, он всегда с тобой. Это очень важно, то есть капитал мобильный. Ну вот, собственно, такие моменты. Все, что хотел сказать, вроде сказал. Пишите вопросы, если их будет много и будет интересно, я могу отдельно прям вопросы-ответы по бельянтам, по алмазам устроить. Всем привет, не болейте, берегите себя, всем хорошего здоровья!